Здесь имеются некоторые ваши вопросы, на которые мы постараемся в общем ответить, хотя я и отвечал на подобные вопросы на других встречах. К примеру, здесь имеются вопросы следующего характера. Какова основа для проведения хатму? Мы говорили о том, откуда и как имам Ан-Навави ввел чтение хизб. Подобно тому, как имам Ан-Навави ввел хизб, ввели хатму. Понимаете же, они не предписали подобные вещи, не ведая. А почему Навави написал хизб? Разве недостаточно было вместо этого прочитать аят из Корана? Имам Ан-Навави написал его, и ученые подтверждают, что этот хизб несет в себе много благодати, особенно в плане обережения. Таким же образом ввели и хатму особые люди, подобные имам Ан-Навави. В первую очередь, с целью сохранения. В хатму имеются такие выражения «ЛА ХАУЛЯ ВАЛЯ КУВАТА ИЛЛЯ БИЛЛЯ». Для него имеется достоверный хадис, который его подтверждает, где говорится о том, что некий сподвижник попал в плен, и его родители пришли к посланнику попросить у него помощи спасти их сына. Он им подсказал прочитать эти слова. И вскоре тот сподвижник, воспользовавшись моментом отвлеченности того, кто его пленил, сбежал, угнав целое стадо. Ахмадз Яуддин Аль Кумашханови пишет, что от чтения «ЛА ХАУЛЯ ВАЛЯ КУВАТА ИЛЛЯ БИЛЛЯ» сердце обретает покой. Некоторые люди считают, что в нем имеется великое имя Всевышнего Аллаха. И в Коране, и в хадисах «ЛА ХАУЛЯ ВАЛЯ КУВАТА ИЛЛЯ БИЛЛЯ» предостаточно. «Значит, мы приняли «ЛА ХАУЛЯ ВАЛЯ КУВАТА ИЛЛЯ БИЛЛЯ». Таково же отношение к чтению Салавата Пророку Али-Иссаляту Вассалям. Его ввели люди, подобные имаму Ан-Нававии, с учетом времени и места, как лекарство, которое более соответствует нам. Кто-то может спросить, был ли цитрамон во времена Пророка или анальгин. В анальгине и цитрамоне нуждаемся мы. То, что необходимо на сегодняшний день, лучше знают современные ученые. Не начинайте копаться в этих моментах, после того, как выяснилось, что оно подтверждено от достоверных, достойных, набожных людей. Я не говорю это, потому что вы себя так ведете, а говорю, как наставление. Потому что, когда человек начинает придираться, он не получает барракад. К примеру, Абдул-Кадир Аль-Джелани, один из известнейших личностей, о котором сам Ибну Таймия говорил, что Абдул-Кадир был его наставником, которого он получил вирт. Абдул-Кадир Аль-Джелани тоже имеет хатму, также и другие большие выдающиеся имамы. У каждого из них свои правила, которые полагаются на Коран и Сунну. Здесь имеются слова имама Аль-Бусири. Каждый из них, Шафии, имам Абу-Ханифа, Абдул-Кадир Аль-Джелани и другие, берут от пророка. Каждый взял своим особым методом, либо черпая руками из океана, или же губами всасывая дождь, который попадает на них. То есть каждый на своем уровне черпал от пророка, в зависимости от его близости к Аллаху и его посланнику. К примеру, мы получаем от чиновника в меру наших близких отношений с ним. Я привожу явный пример, хоть мирской пример и не подобает приводить по отношению к пониманию величия Аллаха. Насколько человек духовно близок к Аллаху, настолько он и получает от него. Но правила, терминологию, мы должны везде соблюдать. В Абдул-Кадир Аль-Джелани и в кадрийском тарикате есть свои правила, которые не мы сегодня ввели. Подобно тому, как шафиитский мазхаб имеет «асах», «наидостоверный», «сахих», «достоверный», «асхар», «более явный», «машхур», «известный», то есть правила, которые мы не имеем права менять. Поэтому Халид Аль-Багдади в Худесе Сируху сказал, «Тот, кто изменит наши основы, правила, тот не из нас». Каждая книга имеет свои правила-основы. В книге «Аль-Манакибу аль-Ахмадияту» рассказывается подробно о том, как выполнять каждый тарикат, как выполнять кадирийский, шазилийский, накшумандийский. Книга написана не дагестанским, а арабским ученым. Надо соответствовать тому, что написано в этой книге. Если я совершаю намаз по мазхабу имама Аш-Шафии, то разве не должен соответствовать минимальным требованиям книги Абу-Шуджа? Самая лучшая книга, в которой подробно описываются правила-термины накшумандийского тариката, это «Джамио Усюля Аулия», написанная Ахмад Зияуддин Аль-Кумашканвей. Книга разделена на три части. Очень хорошая книга. Ахмад Зияуддин Аль-Кумашканави является мухаддисом. В книге «Канзуль-Маари» в Сайфуллах-Кади тоже рассказывает о некоторых правилах тарикаты. В книге «Танбиус-Салекин» также упоминается каждое правило, дополнительно со ссылками на другие источники. Ахмад Зияуддин Аль-Кумашканави Ихмад Зияуддин Аль-Кумашканави Редактор субтитров Б.